Друзья, всем привет! Меня по-прежнему зовут Данила Белоконь и это по-прежнему передача Автоньюз. Сегодня у нас автомобиль V8 5 литров, который является прямым конкурентом R8 и Porsche 911. Как вы думаете, что это такое? И это новый Jaguar F-Type. F-Type это спортивная версия Jaguar, вдохновленной знаменитой модели E-Type. Здесь у нас только две двери и два сиденья соответственно. Jaguar делает все такие же спортивные автомобили, как они делали в 30-х годах. Двигатель у нас спереди и давайте посмотрим, что тут у нас. Значит, касаемо моторов. У нас здесь есть несколько вариантов. Диапазон, начиная от 4-цилиндрового 2-литрового движка, у которого 300 лошадиных сил, и до 5-литрового V8 с максимальной мощностью 575 лошадиных сил. Касаемо текущей версии, у нас где-то посередине модель называется P450. Здесь 444 лошадиные силы, но также стоит 5-литровый V8, который позволяет разогнать автомобиль до 285 км в час, догнать до сотни за 4,6 секунды с максимальным крутящим моментом в 580 ньютон-метров. Ну и стоит отметить то, что 4-цилиндровые двигатели у нас соединяются только с задним приводом, то есть нету полноприводных моделей, а V8 как раз-таки охватывает полный привод. Есть еще комбинированная V8, которая может быть как задним приводом, так и полным приводом соответственно. Разгон у нее очень бодрый, я вам сразу скажу. Прям как нажал газ сразу, без задержки, несмотря на то, что бензиновый двигатель, очень бодро. Очень резвая, у нас сухой асфальт, но ее бросает в дрифт, она прям машина, предназначенная для контроля. У нее вот эта интересная система адаптации распределения. Это динамичное распределение нагрузки среди осей в полноприводном автомобиле. Здесь идет по умолчанию 90% крутящего момента на задний привод. И по мере необходимости, по мере, скажем так, надобности в большего веса, большего крутящего момента вперед, автоматически передается мощность. Так, чтобы находить грань между вот этим вот крутящим рывком и стабильностью. Багажник у нас небольшой, но сумка для гольфа поместится. Так, здесь ничего интересного. Здесь, кстати, жидкость для окон очистителя находится. Так, обратите внимание, на ручке автомобиля они автоматически выдвигаются. И также, нажимая на кнопку, они выдвигаются обратно вместе с боковыми зеркалами. Давайте залезем вовнутрь. Сама управляемость очень маленький, маневренный автомобиль. Низкий, очень хорошо держит. С такими мощностями очень приятно ехать. То есть, ну, это настоящий спортивный автомобиль. То есть, вы даже можете заметить, что мне тяжело общаться. И, ну, приходится здесь конкретно работать. Так, мы с вами находимся внутри. Здесь у нас минималистичный дизайн. И вообще, сами дизайнеры Jaguar сюда поставили много дизайнерских решений. Так, например, когда мы заводим автомобиль, у нас выдвигается панель с кондиционером. Прямо как в фильме про Джеймс Бонда. Здесь у нас можно нажатием кнопки открыть бардачок. Что у нас еще тут интересного? Давайте по всем кнопкам пройдемся. Сразу у нас здесь трекшн-контроль можно отключить. Здесь система регулирования выхлопа. Что здесь есть интересного? То, что здесь производители добавили функцию Quiet Exhaust, который позволяет тебе адаптировать, когда ты заводишь автомобиль, звук автомобиля. То есть, он сам по себе очень громкий. И чтобы не тревожить соседей и не раздражать свою семью, ты можешь контролировать звук, чтобы, когда он там прогревается на холостых, он не так громко издавал звук. Дальше у нас есть автостарт-стоп двигателя, да, глушить. Также можно спойлер поднимать, опускать. У нас там сзади спойлер красуется. Мультимедиа. Ничего такого, да, все по классике. Есть у нас здесь адаптивная подвеска, настройка. Здесь у нас есть несколько режимов. Можно включить на езду в дождь или снег, или лед. Можно включить спортивный режим. То есть, тогда ты переходишь в ручное управление, можешь настроить непосредственно сам двигатель, подвеску и прочие вещи. Так, здесь у нас настраивается сидение электрическое. То есть, тут такое решение поставили рядом с дверной ручкой. Мне нравится. Мы автомобиль не будем пускать в дрифт. То есть, здесь не будет у нас какого-то... Я только что запустил автомобиль в дрифт. Да, я хотел сказать, что... Оху! Ну, раз уж на то пошло... Все, 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 все. Потрясающе. Ой, очень хорошо. Сами сидения удобные, да. То есть, вот, такого монотонного цвета. И звуковая система Meridian. Я не знаю, что это за звуковая система. Давайте с вами послушаем ее. Чистый звук. Хорошие басы. Так что за музыку можно не переживать. И пара слов еще о дисках и тормозной системе. Диски у нас большие, 20-е стоят, да. А тормоза, стоит обратить внимание, абсолютно простые. То есть, они не керамические. Диски у нас не перфорированные. Сами они довольно большие. То есть, и они одинаковые, что спереди, что сзади. Поэтому, скорее всего, торможение будет равномерное. Но мы с вами обязательно проверим на трахе. Друзья, так, у нас осталось еще торможение. Сейчас мы с вами выйдем напрямую. Разгонимся там где-то 100+. И я вам сразу в режиме реального времени расскажу, какое у автомобиля торможение. Поехали. Достойное. Да, то есть, ничего такого. Да, то есть, думаю, что можно уезжать. То есть, ничего такого в торможении нету сверхъестественного. Но оно свою работу делает. Так что, я доволен. Ну что, дорогие зрители, пришло время подводить итоги сегодняшнего выпуска. Меня, наконец-таки, за долгое время пробудил автомобиль. И вернулся эти спортивные, динамичные эмоции. Вообще, пару слов. Автомобиль красивый. Автомобиль мощный. Автомобиль маневренный. И очень динамичный. Я этому прям очень доволен. Вот, у меня здесь сплошные плюсы. Минусов нет. И, кстати, у меня есть друг, который является фанатом Jaguar. Рича, этот автомобиль 100% для тебя. А у нас на сегодня все. С вами был Данила Белоконь. Передача Автоньюз. И до новых встреч.